Всем привет! Передача «Свята тут» была у гостёх у мастаков, поэтов, музыков. А сегодня у нас танцевальный дебют. И кто знает, максимально после этого выпуска у вас возникнет ожидание разлучить народные танцы. У меня пока что не должно отрымливаться, но всё вперёд. Звучит музыка Кореолог, автор разных, ну, шматликих, республиканских проектов, выховавших, выховавших эдукацийных. Просто фактически тренер, пишущий тренер. Традиционным народным фриклёрным танцем может займаться любой. И детям может займаться, хлопчики, девчинка, и молодь, как теперь долучено. В народе, да, выканавцы, они никогда не повторялись. Вот, они створали свой настрой, створали свою пластику, шукали рухи. Але это всё было спонтанно. А в организованных формах, я скажу, в рамках пластичной интонации и психологии взаимен, богатцы были, велизны, богатцы. Можно с допомогой танца некий переказать некие свои особистые почутцы своему партнёру, партнёрше? Видите, коли берёшься, притуляёшь девчину, да, у пари, вот, и тримаешь её одной рукой, её руку, да, и обнимаешь, то тут уже почути, ну, можно сказать, ну, шумачить не треба. Вот, а коли девчина, ну, симпатию маешь для девчины, то тут можно сказать, что танец играет велизненную роль у формировании навод семьи. Летом 12-го года, минулого года фольклорный гурт Гуда учинил школу традиционного мастерства. И у её можно научиться и танчать традиционные танцы, и спевать, можно сделать свой национальный строй. У традиционной культуры, як у танцы, так и у спевов, абсолютно значная доля импровизации. Безумовно, есть главная мелодичная линя, безумовно, есть малюнок танца и есть его рух. Однако душу и эмоцию и многие отметные рухи укладывал сам, выполнялся. Его индивидуальность была у Гогулята у гэтым самым главным, самым важным, напевно. Наталя, Наталя, вы едите дома, Катярына, Катярына, Катярына. Ну дай. Что вы хурили? А гэта у нас такое практикование на вокальных занятках. По-русски. 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 Оруби. Нет, не оруби. Оруби. Мы записали. Нет. Поздно. Это неправда. Меня зовут Леандра, и я из Швейцарии. Мой папа грек, и в Греции у нас тоже есть народный танц, и поэтому мне всегда интересно, как народный танц в разных странах. Девчина, когда она добра танчила, когда она добра спевала, то она была, то она будзе, лечила все, что она будзе доброй госпадыней, что она будзе доброй матью, и у ее будут здоровые, хорошие детки. Ранее тяжко было убачить и доведаться, кто танцует в Минске. А теперь, дякуючи Богу, что молодь, Минска молодь, лазить в святы свои, вечерины лазить, где танцуют разные танцы. Давнее танцы гэтку ж самую ролю выконвалі, як и сегодняшние забавы ночного периода и городские забавы у тем лику. И, видите, казали так, ну абы танчыць умела, а работку бяда навучыць. Это пэлная эстетика руху, это грация, которая уластива мінавіта беларусам, так, это наша национальная эстетика руху, наша национальная эстетика танцю, и всему гэтому сакроды можно научиться. Завод про танец можно побачить, які єсть беларуси, і які його прикмети, особливості, те, що дразниваються от других, і гэту танці зашифровані. Безумовно, безумовно, вельми адмітні беларускі танці. А, да-да-да, конечна, і совсем, совсем, нет, особено, коли ти іностранка, і здесь очень хороша група. Научили багато танців, учили, вето і полька беларуська, вето і кроковяк, вето і Падиспань. І вони і кокетку танцують, і каханочку танцують, і вони і ганну будуть, ми будемо розвучити ганну, поїдемо волон даймо, поки воли поїдуть, ми погуляємо. Танець такий є, треба буде танцювати і співати. Сучасне мастарство, велика часто збудовано на певних речах, які з'являються відмітністю у нашому буденному житті, і тим панятці, каторе ми можемо умовно абазначаць як норма. У традиційному мастарстві і традиційному мастарстві бяре свою асалоду і асаблівасті я є у тим, што яно мінавіта гэтую норму, адаптывную норму для кожного народа, для кожной популяції, яка жове у рамках певного регіону, у певних природних умовах. І яна підтримлює його, підтримлює добрий настрій у чоловіка, підтримлює його фізичний добрий статус. І уся скерованоя натоя, каб у чоловіка був цюдовний настрой, добре самочування і комфортне самочування у моменті яго тут земного бытовання. Окей, Микола Алексеєвич ад нас добівається, каб було спочатку павольне і легата, а пасля худка і звава. Дякую за перегляд!